так сегодняшнее видео мы поговорим про то как делать мастеринг многие вообще не знаю что это такое треков не так много у меня получилось отобрать потому что 90 наверное процентов людей которые мне скинули треки они либо скинули их несведенными либо там ну просто невозможно было что-то с ними сделать потому что они еще не готовы и люди просто не понимают что такое мастеринг а что такое мастеринг я сейчас расскажу в далекое в далекой галактике давайте не будем сейчас издеваться утрировать и все остальное короче зачитаю мастеринга в музыке это процесс финальной обработки и подготовки готовой звукозаписи перед ее распространением и воспроизведением на различных медиаплатформах то есть сведенный трек определенного формата форматах которые необходимо предоставлять мастеринг инженеру можете подробнее написать в комментариях я отвечу на ваш вопрос если вам это интересно действительно основная цель мастеринга это улучшить качество звучания согласовать громкости баланс различных элементов композиции а также достичь единого звукового характера на всем альбоме или единичные звукозаписи похлопаем давайте сначала по мастерингу пройдем я выбрал вот как и говорил 5 треков первый трек а мне скинули на сайте промо диджи я там тоже размещал свою так скажем свой пост блок в котором я приглашал людей скидывать свои треки и давайте сначала по расслушаем его коротко без мастеринга и 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 ну в целом я думаю понятно все ссылки а точнее люди которые скидывали я их по тайм кодам раскидаю этот видос и и чтобы было удобно вам смотреть в первую очередь чтобы допустим если вы не хотите полностью ролик просматривать вы можете посмотреть только свои треки которые вы закинули вот тем не менее я все эти тайм коды сделаю и сейчас я не буду касаться прям жестко там какого-то сведения там в плане того что какой материал мне скинули ну что скинули то скинули как говорится просто сделаю несколько рекомендаций которые на мой взгляд нужно было проработать и доработать что касаемо этого трека первого здесь в принципе все хорошо относительно хорошо ну то есть это можно рассматривать как хорошо сведенный трек если это так задумывалось но местами мне например не понравилось как были широко раскинуты некоторые инструменты конкретно это был рис бас которым ну и мне показалось что это слишком уж сильно и когда у нас возникает вопрос моносовместимости просто напросто этого баса там не слышно поэтому здесь нужно быть аккуратнее когда вы сводите тем не менее трек хорошо хороший получился давайте теперь по пунктам разберем линейку наших плагинов первое чаще всего я использую эквалайзер он выполняет функцию такой некой чистки при этой обработке первичной обрезал здесь в районе 24 герца бубнеж сабовый который в принципе я его не слышу потому что нет у меня мониторинга нормального это все как бы будет такое типа субъективно я вот свожу сейчас и делаю мастеринг исходя из того что у меня есть как бы на вооружении то мои наушники которым я уже привык уже более года я в них работаю знаю как звучат референсы которые музыка мне нравится и естественно звук который я получаю на выходе он примерно такой же как и то что я слушаю и получаю свои треки такие же поэтому это уже отработанная методика лично мной и я использую именно такую эквализацию может по другому то делать там профессионалы в этом деле и занимается только этим может быть у них другой подход тем не менее выполнил такую эквализацию затем немножко поэквализировал в районе 190 герц 400 не будем сейчас зацикливаться что там конкретно вырезал просто это такая некая частотная балансировка какие-то частоты мне не понравились я их решил подрезать также есть сайт эквализация срезал все до 160 герц в принципе это тоже такая постоянная обработка я ее примерно всегда делаю одинаково все здесь на этом закончили дальше вот такой эквалайзер это уже краски он добавляет больше давайте послушаем без него и теперь я его включаю ну я думаю слышно да без него когда ставлю на байпас здесь оранжевая кнопочка загорается звук такой более гулки как будто бы много какого-то бубнижа лениза непонятного которые ну не очень красит этот трек вытягивается я не знаю за счет чего это видимо при сведении такие малипуляции были сделаны я не знаю может быть тот кто сводил этот трек он увидел так и возможно это было специально сделано я решил это немножко подукрасить убрать этот бубниж сделал такую эквализацию это вейфовский плагин я в них особо не разбираюсь в этих эмуляциях но я знаю что это достаточно легендарная эквализация который на студиях используется аналоговый эквалайзер который имеет железную версию свою мне понравилось я просто экспериментировал на самом деле перед тем как снимать этот ролик я делал эти треки и вешал просто разные обработки и мне понравилось как звучит данный эквалайзер и в дальнейшем я там его также буду использовать до этого раньше в своих треках я этого не использовал но почему-то мне казалось что это лишним в принципе сейчас попробовал понравилось звучит ярче насыщеннее намного поэтому он здесь висит на этой обработке дальше идет еще один эквалайзер здесь я тоже что-то под эквализировал сайт как немножко подрезал динамическую обработку сделал дальше идет вот такое такая эмуляция кассетного самописца так назовем его истории этого плагина там точнее железного аналога я не знаю просто пробовал опять же плагины мне понравилось звучание как он насыщает дополняет какими-то интересными гармониками и я его тоже решил оставить потому что трек в принципе такой динамичный здесь много живой драмки брейк бита это не стандартный такой так скажем драм он бейс достаточно олдскульный не то что сейчас на современной сцене звучит в драм он бейсе и я решил здесь немножко с динамикой все-таки поиграть оставить ее более динамичным чтобы трек был более ярким давайте послушаем без обработок и теперь я его включаю звук такой более массивный становится накаченный и поэтому я решил его здесь использовать дальше идет у меня вот такой почему я решил его использовать эту штуку я посмотрел у одного западного европейского мастеринга инженера тем самым он объяснил это что как бы гейтером он вытаскивает ту динамику которая была так скажем спрятана в низы точнее именно в низы динамического диапазона не частотного и этим самым поднимается как бы опять же напряженность такая насыщенность яркость давайте послушаем без него в данном случае он работает достаточно достаточно тонко он работает в данном случае в том варианте где я это увидел там было прям на самом деле очень жесткая такая динамическая как бы обработка очень сильно все пережато было здесь я решил сильно этим не увлекаться оставил такой небольшой эффект он как бы постепенно постепенно накладываясь этими всеми плагинами будет получаться интересный результат следующий плагин по классике в принципе все используют тут стоит «Логик» то есть это SSL-овский компрессор мастеринговый здесь в принципе по классике тоже все параметры я сделал всегда так делаю на 30 миллисекунд атаку релиз я в районе от 3 до 2 ставлю after редко крайне выполняю так же настроил треш-холд по своему вкусу и мейкапом поднял и компенсировал нашу компрессию. Также включил здесь аналоговую эмуляцию, то это добавляет ещё некоторого такого шума в наш микс. Как вы можете видеть по анализатору, достаточно большое количество здесь гармоник добавляется шумов от этого аналогового звучания, причём они практически не слышны, но в целом в совокупности в миксе они дают интересный эффект, потому что всё-таки трек здесь в более олдскульном направлении, и поэтому здесь аналоговые вот эти все шумы, я думаю, они будут актуальны. В принципе, по данному компрессору что могу сказать? Ну, он выполняет по сути функцию какой-то склейки такой небольшой, плюс буст некого по громкости вытягивает также динамические наши пики, и в целом это получается довольно плотно звучащий микс. Также здесь добавил и мейджер, сделал просто по сути такую некую сужение ширины звучания. То есть вот здесь я нижнюю середину и середину немножко поуже сделал, ничего здесь особенного нету, 4 полосы сделал, здесь нас не стал ничего трогать внизу, потому что здесь и так всё в моно звучит. Ну, то есть нормально, в принципе. В данном случае моносовместимость будет адекватно себя вести. Классическое завершение моего мастеринга – это вот такой лимитер, выставлен режим овершота в клипе, Celling Output Gain, так называемый, в 0.4 дБ, и разогнал на почти 9 дБ. Как вы можете видеть, достаточно хорошо сохранена динамика, есть в некоторых местах, когда там подсрезается кик, но это опять же касаемо всё сведения, если бы я делал трек для себя, возможно, я бы уже на этапе, когда делал бы премастер, так скажем, когда уже и такие конечные обработки, обработки именно сведения и выставления балансов, возможно, я это немножечко бы как-то подкорректировал, чтобы в дальнейшем, когда буду делать мастерингу, вот этого клипования не было из среза. В принципе, сейчас особо на это никто не обращает внимания, всё зависит от идеи. То есть если человек запросит, например, чтобы у него было максимальное звучание от этих всех барабанов, чтобы ничего не перегружалось и всё остальное, то придётся, естественно, немножко снижать. Если мы догоняем до, так скажем, коммерческих стандартов той музыки, которая сейчас у нас имеется, то, скорее всего, здесь громкости будет маловато. Но опять же, если вы это будете слушать на цифровых площадках, то там везде практически минус 14 люфсов, и типа вот эти здесь мои 9-10 люфсов, они просто превратятся в ничто, и мы всё равно будем слышать 14 люфс. Также тонал баланс есть, также мониторил по нему примерно огибающую. Частотные балансы смотрел. В принципе, меня это устроил вариант, особо здесь тоже не заморачивался. Также вот наш стереоскоп, в котором я хотел бы немножко больше внимания в данном треке уделить. Дальше я уже не буду особо на него откликаться. У кого наушники, у кого хорошая мониторинговая система, услышат, что здесь бас, по сути, в сайт-канале. Очень много его здесь, короче. И это не совсем прикольно, потому что когда мы переключаем в мид, то есть в моно, мы теряем рычание этого баса, это не очень хорошо. Даже если мы посмотрим в стерео, когда мы воспроизводим, здесь ширина микса, то есть она буквально там больше 60% доходит. Это не очень хорошо, особенно для такой музыки. Когда вы будете такую музыку включать на больших колонках, скорее всего, там будет каша просто происходить. Это, в принципе, не везде наблюдается, но в целом до 30% в современных реалиях куда более чем достаточно. Все, конечно, зависит от жанра и поджанра, но в данном случае я бы, наверное, поуже все-таки сделал. В целом трек мне понравился, я был даже удивлен на самом деле, что у людей настолько до сих пор как бы в этом жанре есть такой вкус, что они вот эти все металлические, которые сейчас тоже прикольно, имеет место быть, но вот эти андеграундные треки, они достаточно интересно звучат в современное время. Так, давайте перейдем к следующему, а то затягиваю уже. Здесь два трека мне скинули, они какой-то панковые, ракешные такие, и мне даже напомнило чем-то, напомнило мне чем-то «Сектор газа», особенно второй трек. Такое, знаете, относительно хорошее сведение, я бы вообще, наверное, все пересмотрел бы в этих треках, потому что, ну, долго тоже останавливаться на этом не будем, так просто сейчас по первому треку очень сильно утоплен вокал, то есть все инструментал хороший, классно все сделано, музыка, самое наполнение, аранжировки классное, но вот сведено все очень плохо, потому что все теряется в миксе, все рассыпается, догнать его до каких-то хороших громкостей эти треки я не смог, вылазит куча всяких сибиллиантов, все перекликается, ну, короче, я бы здесь, конечно, поработал над сведением, еще доработал бы до конца, и потом уже можно было поговорить о мастеринге, потому что действительно не очень сведение мне нравится, но опять же, это, возможно, такая задумка была, чтобы трек таким более под старину, как бы, да, под те записи сделать, в принципе, оно удачно сделано, достаточно интересно звучит, но я бы, горе, я бы пересмотрел это сведение, давайте послушаем. Уходя, уходи, уходи, и в глаза не гляди, не гляди, даже если так нолит в груди, память жизни сюжет перестает, все у нас уж с тобой позади, не случилось, не сбылось, и пусть леет успокойно на ночь, только ночью не может твой город огнет. Ну, в общем, я думаю, все все поняли. В целом, я же говорю, идеи вообще классно, вокалист хорошо отработал, но вот не вытащили эту идею. Нужно в данном треке, мне кажется, вокал все-таки на передний план выводить, а здесь он сделан очень широко, утоплен куда-то весь инструментал, который звучит... Я говорю, я еще раз повторюсь, вообще классно меня удивило, что трек сделан очень интересно, инструментал, все аранжировщикам, вообще вот такой просто респект, офигенно все сделано, но не доработали вот сведение. И это очень сильно разочаровывает, конечно. И второй трек. Я одни, не пойму, как все произошло, и в любви краснела, и влевнела, и со мною вылетая больше не с тобой, мне не нужен больше твой, но витычки за песной разлетелась на кузне, в сердце сон не ест... Тоже, думаю, понятно. Эти два трека мы уже с мастерингом послушали. Здесь примерно та же самая история, то есть утопили вокал, он очень красивый, классно исполнен, все классно по инструменталу, ударные, правда, мне немножко тоже смутили, я бы, конечно, динамики им больше дал, сделал бы пожирнее, их такие посочнее. Я бы постарался это на мастеринге уже вытащить, в принципе, плюс-минус получилось немножко улучшить все это дело. И вот в первом треке там очень много сибилянтов было, которые пришлось мне так же тоже пытаться это все дело поправить. Очень много эссок всяких, ну, неприятные частоты. Здесь то же самое, особенно в развитии трека уже, когда у нас есть такая кульминационная часть, последний вот этот вот куплет играет, все очень сильно убито. То есть инструментал съел вокал, не слышно ничего. Если бы, наверное, я бы это слушал на какой-нибудь кассете пиратской какой, когда-нибудь там, не знаю, в году 2002, типа на магнитофончике, вот на этих вот, я думаю, я бы, наверное, кайфанул, типа, я такую музыку, конечно, не слушаю, но там было бы это так незаметно. Вот. То есть на плохой акустике такая довольно посредственно сведенная музыка, я думаю, нормально бы там звучала. Вот. Я не хочу никого сейчас обидеть, затронуть, если этот человек будет смотреть ролик, но так и как бы есть. Это грязно довольно звучит, просто я послушал еще референсы в данных направлениях. Если сравнивать, наверное, с сектором газа, но опять же это записывалось, когда, в каких годах, и там, да, ну плюс-минус, но опять же, там вокал вытянут, вокал там очень чистым сделан, и его слышно хорошо, даже если там есть какие-то косяки по инструменталу, по ударным. Вот. И вот здесь вот это, наверное, момент проработать нужно было. Но в целом, песни классные, они заслушивают уважение, такое сейчас мало кто делает, и довольно интересно звучит. Давайте также посмотрим по обработкам. Такая эквализация, в принципе, стандартная, то же самое, как и было примерно в прошлом треке. Дальше идет тот же самый эквалайзер, он мне очень понравился, я решил его добавлять практически здесь, везде. Ну, я думаю, здесь тоже слышите, что, в принципе, поярче становится трек, возможно, можно было чуть-чуть получше поэквализировать, тем не менее, остановился на таком варианте. Еще один плагин, это тоже эмуляция довольно интересного плагина, точнее, железного. Не помню, вроде бы это оптический компрессор, точно не помню, могу ошибаться. Но он дает достаточно интересно такое аналоговое звучание, давайте послушаем. И динамику вытаскивают. Прям барабаны такие очень круто пробивать стали, и я решил, что он здесь будет хорошо, отлично смотреться. Давайте дальше. Ну, по сути, это была его основная здесь цель, он не слишком сильно там оказывает влияние, но вот для ударных он очень хорошее влияние оказал. Опять ленточная эмуляция. Тоже не слишком сильно добавляет таких неких красок, новый гармоник, подшумливает немножечко и усиливает сигнал. Тоже прикольно звучит. Дальше повесил сус, потому что, я говорю, я здесь боролся очень сильно с этими эсками, с сибиллянтами, которые мне не нравились. В принципе, ничего здесь особенного у них. И по классике Invisible. Без обработок. Так, давайте теперь посмотрим на обработку на втором треке. Также всё выключаю, включаю по одному плагину. Вот такая вот эквализация. В принципе, то же самое примерно, что и в предыдущем треке. Немножко здесь вот overhap, динамическая обработка, обработал сайдом, немножко с мидом, поработал отдельно. Особо здесь останавливаться на этом не буду. А, ну ещё здесь я включаю всегда линейную фазу, чтобы не было искажений на нижних частотах, на сабовых. Так как можно очень сильно перекрутить фазу, и, в принципе, весь низ он изменится, и будет не очень прикольно. Так же вторая обработка это тот же самый EP 560-й. Ну то он такой, какой-то ясности, яркости добавляет. Тоже, в принципе, прикольно звучит. Так, далее идёт тот же самый Fire Child, и он называется Pug Child, Pug, не Pug, 670-й. Также добавляет немножко такой резкости, атаки, хлёсткости для барабанов. Ну, дома здесь ясно, кто, как бы, так скажем, шарит, немножко слышит изменения, то он слышит. Дальше также опять винтажная вот эта плёнка аналоговая. Я, по-моему, даже скопировал плюс-минус те же самые настройки, просто чуть-чуть их подкрутил здесь и всё. Тоже такая напористость появляется. Дальше идёт SUS-2, то же самое, что и в предыдущем треке, и лимитер на 5 и 5. Думаю, здесь тоже всё понятно. И давайте перейдём к следующему треку. Этот трек я просто взял на каких-то стоках, был не отмастеренный, но сведённый проект. У меня их там штуки 4, по-моему, я тестировал свои навыки, так скажем. Тоже его разберём, а то больше такой трэпово-хип-хоповый, какой-то рэнбишный, что ли, биток, ну и сам трек, естественно. Послушаем его с этого начала, то есть серединки, не будем его весь слушать, просто чтобы ускорить процесс. Послушаем, как он звучит до обработок. Ну в целом классический такой коммерческий трек в стиле R&B. Трэповая какая-то направленность, эквализация. Следующая, в принципе, здесь тоже ничего особенного нет, единственное, вроде трек хорошо сведён, всё окей, но вот есть там какая-то штука, сейчас я попробую найти, показать вам, как раз я вот эту 2000 и подрезал, почему таким резким, обычно, конечно, на мастер шине такое не делается, нежелательно, но там прям какой-то резонанс жёсткий, видимо, что-то кто-то на этапе аранжирования косячил, либо же какой-то очень странный звук добавил. Вот он. Свист мне, конечно, вообще не понятен, здесь нафига его можно было каким-то другим инструментом заменить, если хотели сделать какой-то акцент, мне не понравилось вот это. Но опять же, мы сейчас этого не касаемся, это уже дело там каждого, какие инструменты добавлять, просто это не очень хорошо звучит, если мы уже сводим и мастерим трек. Здесь я решил использовать немножко другой эквалайзер, это тоже самая эмуляция EPI, но 550A. Также добавляет яркости, я не стал вот этот использовать, который до этого был эквалайзер, мне не понравилось, как он звучит в данном треке. Решил попробовать другой эквалайзер, здесь он, в принципе, хорошо зашел сюда, давайте послушаем без него. И с ним. тоже некая яркость такая появляется более пробивное, все становится, настройки следующие поставил, пояснять, что здесь конкретно я сделал, я думаю, не имеет смысла, просто выбираете частотный диапазон, который вас интересует, и немножко усиливаете или убавляете его. Естественно, нужно потом в конце компенсировать та громкость, которая у вас возросла, с учетом той эквализации, которую вы сделали, или же вы там, например, убавили, что-то в районе 50-100, 200 Гц, то, естественно, у нас верха выползает, потому что вы маскируете низа, но тем самым выползает верха, и, естественно, это все дело нужно компенсировать, убавить, либо прибавить громкость до того, как она была до обработки. Это необязательное условие, но желательное. Также есть PullTech эмуляция, тоже от Waves. Давайте посмотрим, что она здесь добавляет. Довольно мягкой работы, также я его добавил для того, чтобы появилась некая яркость такая, из-за того, что здесь сейчас нет компенсации, точнее, есть компенсация громкости, потому что я подубавил чуть-чуть на 1 дБ, получается, убавил громкость, потому что то, что я бустанул, получается, в районе 8 кГц, немножечко на единичку бустанул здесь. Такого небольшого песка, ясности вокал вытащил, ну и, в принципе, верхнюю такую частотную составляющую спектра. Очень мягкой работы, слишком сильно на мастер-канале, не стоит переусердствовать с плагинами, настройки все очень-очень тонкие. Дальше идет вот такой компрессор, довольно, конечно, такая, именно вот в данном эмуляции, нестандартное применение, его сомнительное, возможно, больше он, естественно, необходим для того, чтобы поджать инструменты ударные, в принципе, здесь даже если по плагину посмотреть, какие у него пресеты есть, в основном это драмки, перкуссии, всякие пианины, то есть, это именно идет на какие-то басовые ченнелы, то есть, групповые каналы, для того, чтобы склеивать инструмент, давать яркость и все остальное. также здесь есть вот два пресета для мастер-шины, первый пресет я выбрал, немножко его подкрутил уже, что конкретно крутил, не помню, но давайте послушаем, как он звучит. Возможно, вы скажете, что, наверное, скорее всего, что-то сильно пережато, но мне понравилось, как он звучит в дальнейшем, когда это все будет мастером разгоняться, и вторым компрессором мне почему-то понравилось, как это все звучит. Да, немножко пропала динамика самих барабанов, но кому-то, в принципе, здесь особо интересно, типа в R&B, там, я не знаю, тем более в таком, это прям классический такой трек, ну и плюс я все это дело атаки вытащил вторым компрессором, уже опять SSL-овским бас-компрессором, поставил атаку на 0.3 и тем самым, точнее, 3 миллисекунды, тем самым, немножко подвытащил наши транзиенты и режим релиза на авто поставил. ну то есть, я думаю, тоже услышите разницу, то есть, небольшая есть, такая пончевость появилась от того, что первый эквалайзер добавил такой скомпрессированности, а второй уже более такое расслабление дал, но опять же подтянуло эту динамику и она стала более яркая. Дальше идет сус, здесь вообще какие-то крайние проблемы были с сибиллиантами, решил вот таким образом все это дело вырезать. Тут, я думаю, можно даже послушать. Здесь я уже отключил утрированный режим, но когда я слушал, там прям очень много этих сибиллиантов было, каких-то непонятных резонансов, небольшой сенситивити депт поставил, чтобы не сильно ярко все это дело вырезалось и сделал еще микс на 88%. И пресет выбирал и получается Friendly Top on Master 2. Он примерно вот такой вот был штук, и по-моему где-то вот здесь заканчивался, я немножко подтянул, потому что эти что-то я не хотел трогать. Можно использовать, можно не использовать, каждый относится к сусу по-разному и кому-то нравится, кому-то не нравится, мне он в принципе иногда помогает. И Limiter тоже самое, выставлен режим клипа и на почти 11 децибел я его разогнал, потому что здесь достаточно большой был Headroom, можно разбежаться, в принципе разгонять хоть на 100 децибел вверх. басмастеринга, и басмастеринга. наша ширина микса 30-35 децибел, точнее процентов, в ямах можно побольше делать, не так сильно важно, но вот в дропах, где у вас звучит основной бокал, желательно, конечно, поуже делать микс, это можно опять же регулировать все на мастере, но желательно на этапе сведения все это делать, либо же на премастере, когда вы выгоняете вавку, сделать какие-то автоматизации, к примеру, на определенные инструменты, которые вы не хотите, чтобы слишком сильно звучали в стерео, и давайте еще посмотрим, как здесь интересно вокал сделан, то есть он будет четко в центре играть, но у нас, когда рассчитано на стереосистему, будут эти вот лево-правые планы, которые вокальные, они прямо очень широко разведены, и их можно в сайте услышать, но также, когда мы переключаемся в мид, очень хорошо слышен центральный этот вокал, который для моноколоночек сделан для маленьких колонок, для наушников каких-то плохих, чтобы все было классно, это и есть та самая моносовместимость, которую многие забывают, и просто не знают, и не делают этого. Сайда здесь, как такового, его и нет, его очень мало, но он вкратчивый, и как бы все равно присутствует, добавляет некую наполненность, и естественно, это тоже нужно не учитывать, и добавлять, обязательно не забывать не делать все вот так вот в моно, чтобы все плюсно-то было. Естественно, ширина нужна, но, как правило, в современной музыке, я это заметил, анализируя другие треки, не делают слишком широкий микс, но не нужно это сейчас, потому что в основном все слушают музыку портативно, и каких-то там прям классных акустических систем для того, чтобы это все оценить, а у потребителей нет, и нет необходимости, естественно, делать слишком широкие миксы, чтобы это все заполнить, плюс это добавляет всяких вычитаний и фаз, это нужно контролировать, уметь, и, естественно, с этим перебарщивать не нужно. Видим, как четкий этот вокал в центре играет, переключаемся на мид, и, в принципе, мы слышим все звуки, которые должны быть в этом миксе. Все, в принципе, здесь понятно. и крайний трек, который довольно интересный тоже от Y-Baby, получается, ремикс сделан, марка Traffic Remix последним, да, он у меня, но чему я этот трек последним поставил, потому что я хотел здесь показать еще сведение этого трека. Давайте посмотрим с видос этого трека. Сейчас я все обработки выключу, все инсерты выключил. Балансы не буду выставлять уже, ну, типа, небалансированные, тем не менее, я здесь перебалансировал все, потому что, ну, я вот именно в таком варианте захотел услышать этот трек. Давайте без обработок послушаем. Такой довольно типичный Deep House современный, а-ля LG. и давайте я включу уже обработки. Я уж по всем каналам не буду здесь проходиться. Так, мельком пробежимся. По Kiko по-моему, ничего я здесь не делал, только давайте посмотрим, где я делал обработки. По вокалу, наверное, немножко вокал я подвытащил. Давайте, да, вокал посмотрим, все остальное я не буду, в принципе, разбирать. Это не тема этого видео, потому что здесь все-таки нужно отдельно все это дело смотреть. Это до обработок. Хотя здесь уже, по сути-то, вокал сведенный, уже обработанный, но мне не хватило яркости этого вокала, я решил, опять же, тот самый EP добавить, 550-ый, что дало нам более такого живого звучания. И погромче он еще стал. и вот такая эквализация немножко убрал низа. И, в принципе, все. Немножко добавил компрессии предмастеринговые, чтобы чуть-чуть весь микс, так скажем, склеить. Так, закрываю этот проект, и давайте посмотрим обработки этого трека. Здесь все по классике, в принципе, такие коммерческие треки, я считаю, что сильно, опять же, не нужно там на этапе мастерингового что-то делать, вытаскивать, но, в принципе, если сведено хорошо, в принципе, то и там все, на мастере просто будут эквалайзеры, компрессоры и лимитер, все. Больше никаких плагинов особо-то не нужно. Это я здесь просто начал экспериментировать, поэтому у меня здесь и пи всякие, и сусы, и все остальное. На самом деле можно обойтись, на самом деле здесь можно использовать всего три плагина. Первое это вот этот эквалайзер, второе это компрессор и лимитер, все. В принципе, больше здесь ничего не нужно будет, но я решил немножко поярче так его сделать, обыграть, по плагинам поэкспериментировать, и в целом получилось как-то так. Так же не забывайте линейную фазу включать в это такое важное правило. Уж не знаю, как там супер профессионалы сводят, но я, по крайней мере, исходя из того, что я смотрел какие-то ролики, читал статьи и все остальное, плюс практиковался в этом, именно вот это дает довольно-таки неплохое звучание. И пи, давайте без него послушаем. Ну, тоже поярче стал, я здесь сильно не стал какими-то настройками ковырять, но тем не менее немножко подвытишил. Сус стоит, так же на С-очке. Прямо очень тонко он там работает, можно вообще сказать, что отсюда и убрать, можно, он особо там ничего не добавляет. Далее, вот такой компрессор, опять классика SSL-а. Совсем небольшую компрессию дал, знаю, что компрессирует сейчас достаточно жесткую, тут вы коммерческую музыку, но почему-то у меня было такое настроение, я решил слишком сильно не заниматься этими делами. Немножко поджал, решил вот такое дать жизнь динамике ударных и всех там басов и всего остального. Почему тут мне захотелось с этими треками со всеми, причем сделать вот такой вариант. Не пережимать, слишком сильно не разгонять, потому что это не имеет никакого смысла, если это будет на цифровых площадках загружаться. И конечная обработка это наш лимитер, также включен овершот клип режим и на 9 дБ разогнал, 0,4 дБ целенок. Почему это выставлено? можете пойти к звуковарю бомбит или же к Саше радиотехнике, Александру радиотехнике, он рассказывает там прям подробно, почему именно такие режимы выставляются, почему целлинг вот такого параметра ставится. Там, по-моему, часовое, что ли, видео я смотрел и типа прям все стало ясно и понятно, почему это все выставляется именно в таких режимах. Делаю теперь только так, по-другому, но не делаю. Также хороший пример того, как сделан микс. Не слишком широкий, опять же, я по сути сводил, я уже понимаю, какой я хочу по итогу микс получить, естественно, я не стал слишком широким делать. С вокалом особо поработать, конечно, не получилось, потому что одна дорожка уже была она сведенной, но в принципе и в ней там уже была сделана та же самая схема. Есть центральный вокал, который, по сути, пробивной и то, что в сайде для того, чтобы слушать на стерео акустики. Но здесь немножко тоже, да, переборщили, конечно, шириной вокала, все-таки центральный вокал, он немного утоплен, а вот эти широкие, они более громкие и выбиваются в миксе, когда мы слушаем стерео. но опять же это такое, типа, можно делать так, можно делать по-другому, желательно в такой коммерческой музыке, конечно, делать вокал ближе к центру, и чтобы он был основным, потому что здесь инструментария как такового нет, и, естественно, нужно чем-то заполнять пространство. В принципе, получилось видео каким-то таким, я думаю, кому-то будет полезно, плюс я такое небольшое портфолио для себя, так скажем, сделал, показал, как я работаю, какие настройки делал, в какой программе работаю, сам процесс, естественно, я не показываю, потому что это, ну, во-первых, не очень хочется это сильно прям рассказывать и показывать, вот, и, в принципе, это можно все на ютубе найти, типа, есть много западных, европейских, российских каналов, которые это все показывают, в принципе, в мастеринге ничего сложного особо нет, это такая некая игрушка, так скажем, дьявола, которая для кого-то недоступна, для кого-то это вообще ненужные элементы музыкального продакшена, постпродакшена, но, тем не менее, его нужно не забывать, если вы не знали, что это есть, теперь вы знаете, как это делается, в каких случаях это делается и для чего. Короче, всем пока, до скорых встреч. Да, еще хотел дополнить, те материалы, которые я свел, мастерил, я буду уже раскидывать по тем людям, которые, ну, треки, которые я отобрал, я эти все треки скину людям, этим своим подписчикам, кто-то не подписчик, просто закинули, вот, тем не менее, все будет либо на почту, либо в телеграм-каналах, кто мне скидывал в личку, короче, все, ждите, весь материал, плюс я продублирую в своей группе в телеграме, все эти треки туда закину, чтобы могли послушать до мастеринга, после мастеринга, какой результат получился, и, возможно, вы оцените какие-то комментарии, напишите по поводу того, стало ли лучше, стало ли хуже, что бы, возможно, вы добавили, короче, все эти комментарии пишите под видео. Теперь точно, пока. Субтитры сделал DimaTorzok